Прежде всего, почему мы говорим о повышении производительности труда с пользой цифровой технологии? Такая картинка, я вот такую картинку из нашей презентации вывел. Это промышленная революция. Чем промышленная революция характеризуется? Качественно, с кучком роста производительности труда, вызванного теми или иными техническими новостями. Первая, вторая, третья, четвертая, они показаны. Первая в основном связана с использованием парового двигателя. Вторая связана с использованием электрических двигателей и изобретением конвейеров. Третья – применение революционных систем, применение СТП. Четвертое – это то, что сейчас по своему миру глобально объявляется. Это когда информационные системы между собой коммуницируют и делают процесс производства оптимальным, синхронным. Ну и наше видение дальнейшего развития – это обеспечение такой облачной системы, с помощью которой будет взаимодействовать система управления. Какие же ключевые вызовы у современного производства? Вариабельность и гибкость. Если в давние времена у нас учет получили наличие массового производства, серийного, мелко-серийного, единичного, то сейчас и у каждого производства были свои характеристики. Какого-то, соответственно, большая объема производства, мы не спросуемся для индивидуального, соответственно, все наоборот, то сейчас эти границы разнулись. Но сейчас фактически потребитель желает получить товар с индивидуальными характеристиками, но по цене массового производства. Причем, получить именно, я сейчас заказал, я сейчас хочу это получить. Поэтому гибкость, гибкость – это ключевые требования текущего момента времени, и это надо обеспечить или абсолютно не будем вылетать. Следующая – раздраничность продаж и заплаты. Маркетплейсы, они запланили все. А зло, а зло, а зло и плейли, они делают возможности как закупок ваших комплектующих, так и сбыта вашей продукции ограничены. Ничто теперь у вас не ограничивает. И я надеюсь, что мы с вами радостно шоу попросту вас обсудим вопросы возможности и готовности к продуктам и мировой рынке как элемент роста бизнеса. Следующая – скорость и качество. Мы должны делать все точные условия, мы должны делать качество. На рынке открытой конкуренции невозможно ничего не качественную продукцию, не пользуясь своими знакомствами куда-то продавать. Поэтому все должно быть на открытом рынке качественно и проверено. Далее. Если производственный процесс ранее выглядел таким образом, то есть конструировалось, производилось, эксплуатировалось, и где-то вот здесь она зашпелькована спорная связь, тогда-то она была, а когда-то ее не было. Поэтому могли в журналах, где же самые за рулем годами писать в Сауте о том, что какая-то вещь имеет дескультивные недоставки, недорожовки, но годами это могло не справляться. Современные, конечно, требования совершенно другие. Процесс производственный кардинально изменился, и сейчас каждый этап производства влияет на другой этап жизненного цикла продукта. То есть и эксплуатация влияет мгновенно на конструирование и на производство, и на конструирование влияет на то, как будет производство, выставляет мгновенно, и так далее. То есть если показать в виде связей, то сейчас это вот такой получается набор связей, где все совсем коммуницирует. И наша задача с вами, самая важная, это создать это единое информационное пространство, в котором все оборудование и информационные системы будем с собой поменять. Следующее. Как же мы видим процесс, производственный процесс, бизнес-процесс на обычном предприятии, производственно, с использованием современных предприятий, пожалуйста, кем-дорогам. Это в первую очередь конфигурирование. То есть поскольку вариабельность становится большой, фактически неограниченной, и если раньше автомобили выпускалось 7-8 марок, то сейчас вариабельность иссякается сотнями тысячи миллионов вариантов. Невозможно распечатать прайс-лист миллионов вариантов и дать потребителю сказать, «Найди себе, пожалуйста, среди неоградных вариантов, подходящих тебе». Мы говорим о том, что однозначно надо в этом случае придумывать конфигураторы. Ну, самым ярким примером таких конфигураторов являются конфигураторы автомобилей. Все мы этим пользуемся, к этому привыкли, всем это нравится, но никто на самом деле не догадывается, что на самом деле в этом удобном конфигураторе заложен выбор одного из десятков на 200 миллионов вариантов. А вы всего лишь навсего сразу видите и цену, и срок. Практически остается только на всякий кнопочек «Купить». У нас пока нет этого кнопочек «Купить», этот кнопочек «Купить» есть «Кутесты», но я думаю, рано или поздно у нас этот кнопочек «Купить» тоже появится. Итак, размещенный, выбранный товар должен обратиться и разместиться заказ. Заказ дальше подключается в систему ресурсного планирования, называемый ERP, Enterprise, ресурс планирования. Это система автоматической регистрации и контроля исполнения заказов, ресурсоснабжения и прочее. Мы о них под чьи подобные позже переговорим. После этого формируется на основе этих заказов называемый «палиндарный план» в системе MASS, которая система уже как более производства, система исполнения заказов. Дальше этот заказ исполняется, причем исполняется в точном соответствии с заданием, с определенным характеристик, в любой точке технологического процесса. Поскольку все этапы цифровизованы и взаимосвязаны, то вопросы производства «балтерского учета» тоже решаются, решаются прямо на миг производства. И поскольку продукция рекомендуется на склад.